Привет, друзья! Это шестой выпуск ответов на вопросы, которые вы задаете в комментариях к нашим видео. На этот раз мы отвечаем на них на обратном пути из Питера до Москвы. Снова Михаил Колтаков спрашивает, какие очки вы используете при стрельбе? Нет ли проблем с потеванием при перепадах температур? И если есть, как вы это решаете? Что касается очков, здесь два подхода. Либо у тебя прям бюджетные очки и ты относишься к ним как к расходнику, либо как Сергей сейчас ищет идеальные очки и наверное нашел? По поводу очков. Есть достойные очки очень небольшой цены. Когда я снимал ролик про декатлонские очки, они стоили 400 рублей, 399 рублей. Сейчас они подорожали на 100 рублей. Но это вполне рабочие нормальные очки. Другой момент, что это вопрос экономии. Когда у вас стоит вопрос, я куплю патроны, потренируюсь, или я куплю оборудование и у меня не хватит денег на патроны. Если у вас денег побольше, то здесь уже есть из чего выбрать. Я сейчас взял для себя очки компания Vylex и я их тестирую, можно сказать, тестирую. Очень приятные очки. Они подходят далеко не только для стрельбы, но вообще для любой активности. Во-первых, наличие разных фильтров помогает делать более контрастную картинку. Обтюратор помогает защитить глаза свои от неприятностей. Если вы используете обычные бытовые очки, с которой читают газету, то вы рискуете получить травму, поскольку от металла постоянно отлетают всякие осколки, дробь рикошетит от резины и все может прилететь прям точно в зрачок и прощая зрение или дорогостоящая операция. Поэтому я крайне вам не рекомендую использовать бытовые очки, а использовать специальные очки, минимизировать расстояние до глаза, чтобы они более плотно садились на лицо. Что касается запотевания, это больше зависит от анатомии конкретного человека. У меня никакие вообще не запотевают, у других больше запотевают. Часто запотевание просто от дыхания происходит, оно воздух отражается, попадает на линзу и они просто потеют. Старайтесь просто не дышать в сторону очков. Ну и в крайнем случае можно использовать специальные средства против запотевания. Попробуйте несколько, одно из них наверняка сработает. Водолазы делают так, они послюняют, натрут линзы и у них не запотевает маска. Но в нашем случае картинка немножко размывается, а если мы стреляем с оптикой, то это уже отрицательно сказывается. Поэтому здесь вариант использовать очки. Ну вот как у меня Evali X это компания, которая делает очень дорогие, конечно, очки, но очень качественные. Они мне понравились и я вот сейчас стреляю в них. А так разброс от 400 рублей за очки из строительного магазина до 30-40 тысяч за какие-нибудь опли. Но вопрос не в том, какие очки. Главное, чтобы они у вас были. Ник Балишта. Сергей, привет, подскажи все-таки, чем ты пользуешься для защиты слуха? На разных видео ты пил в наушниках треем, то в берушах. От чего зависит твой выбор? Привет, есть еще одно видео про беруши. Ребята от 44 sound делают беруши, они классные и многое зависит от того, стреляйте на открытом воздухе или в тире. На открытом воздухе я предпочитаю беруши, но когда ты, например, тренируешь кого-то и тебе постоянно надо снимать наушники, чтобы общаться и чтобы ничего не давило, то в общем я использую самые простые, даже неактивные наушники. Они меня полностью устраивают. В активных наушниках меня не то, чтобы батарейка сменная волнует, но там постоянно есть определенный фон от того, что работает микрофон. И он, если два, три, четыре часа, я по шесть часов на трельбище работаю, он может просто выматывать, утомлять. Поэтому я просто снимаю, надеваю, снимаю, надеваю. Я говорю надеваю. Одевают кого-то, надевают на себя. И что касается беруши, можно использовать разные беруши, но желательно, чтобы эти беруши плотно соответствовали форме ваших ушных дырок. Есть такое научное слово? Да, дырка это вообще по-научному. Чтобы ушные дырки были плотно закрыты. Есть беруши, вот, например, Иван использует беруши, но мне кажется, когда-нибудь в 40 лет, когда ты станешь старым, это скажется. Да, не в 40 лет я уже чувствую, что у меня подседает слух. Но это издержки работы в том, что как бы неудобно носить постоянно с собой наушники, поэтому я всегда ношу с собой беруши. Это удобно, компактно, в карман убрал, когда нужно достал. Но, как мы знаем, давление идет не только на слуховой канал, но еще и на черепные кости, много еще на что. Поэтому лучше использовать все-таки хорошие большие наушники. Поэтому, если вам нравится наш канал, и чтобы спасти уши Ивана, поддержите нас на патреоне. 5 долларов для вас небольшие деньги, а для нас сохранить здоровье. Пожалуйста. Итак, человек с ником Damian Der. Наверное, правильно прочитал. Здравствуйте. Хотелось бы узнать ваше мнение по поводу ТР-3. Хочу начать заниматься практической стрельбой и, как карабин, думаю купить именно его в 366 ТКН. Сперва выбор пал на ТГ-2, но с выходом ТР-3 взгляды немножко поменялись, так как не придется покупать трубку приклада, крышку свальной коробки и, возможно, не придется менять цевьё. Ну и новая платформа все-таки. Что вы думаете по этому поводу? Во-первых, у нас есть видео про 366 калибр. Как вы понимаете, вам вот сюда переходите, вы там узнаете много интересного. Вот мы с Женей посидели и порассуждали на тему оружия в 366 калибре. Но, Жень, как ты думаешь, что лучше ТГ-2 или ТР-3? Я склоняюсь к такому варианту, что ты берешь базу, которая будет более дешевле и уже делаешь оружие под себя. ТР-3 дороже, чем ТГ-2, но по факту, скорее всего, ты захочешь сменить и пистолетную рукоятку, и цевьё, и приклад, скорее всего, тоже захочешь поменять. Хотя, может быть, и нет. Но мне проще купить более дешевую базу и уже под себя накидывать то, что тебе хочется. Ну, однозначный плюс там крышка ствольной коробки, которая фиксируется вроде как жестко, как говорят. Перина Матович. Слава Богу, не герцог и не граф и вообще. Доброго времени суток. Очень интересно узнать ваши отношения как профессионального стрелка к дисциплине экшн-эйр. Одобраете или недолюбливаете? Просто, судя по форумам, очень много стрелков из огнестрельных дисциплин относятся к экшн-эйр через губу и говорят, что пневматика только вредит спорту. Лично меня один товарищ, когда узнал, что я увлекаюсь пострелушками из пневматики, назвал любителем резиновых женщин. Обидно, однако? Ну, это так же, как сказать, что, например, бокс – это фигня, я отношусь к нему через губу, потому что он вредит айкидо. Экшн-эйр – это самостоятельный вид спорта, он никому не вредит, не помогает, он сам по себе существует и ни у кого не спрашивает, слава Богу. По-моему, это увлекательный вид спорта. Если бы в моем детстве такой был, если бы в моем отрасли такой был бы, я бы думал, что я бы с удовольствием занимался. У меня с детства тяга к технике, к оружию, это увлекательно бегать, соревноваться с ребятами и навыки безопасности там не меньше, чем у нас в практической стрельбе с огнестрельным оружием. Поэтому я отношусь не через губу, а в водку очень уважаю этот вид спорта. И вас призываю попробовать себя, если у другого у вас нет ничего. Вообще ты здорово сказал про то, что если бы ты в детстве и в отрочестве об этом знал. Это на самом деле замечательный способ входа детей вообще в наш спорт и привлечения на ранних возрастах. Дело в том, что с точки зрения закона об оружии очень существенные ограничения есть для занятий детей. А вот чем может вредить в практической стрельбе, я вообще даже и предположить не могу. Плюс это дешевле. Это естественно экономический момент важный. Но в общем надо найти тех, кто нахносит на черед губу и вообще с ними разобраться. И тренироваться ты можешь практически у себя дома. Так, ну давайте последний вопрос. Влад спрашивает. Доброго времени суток. Посоветуйте, пожалуйста, буфер отдачи на вебр 12-го калибра. Ружье 20-го года полуспорт. Без буфера отдачи в прикладе. И нужен ли он? Ну, ребят, во-первых, если буфер отдачи говорит, то надо конкретизировать, какой именно, какого типа конструкции. Есть главный буфер отдачи. Это наш собственный вес и массивная грудная мышца. Дальше тыльник приклада. Что там еще может быть? Труба приклада от Fab Defense со встроенной пружиной. Полиуретановая вставка, калашоиды под пружину, которая тормозит затвор. Есть решение, такое сложное сочетание пружин и направляющих от DPM греческой компании. И все это вместе, если поставить, может быть эффект, конечно, будет. Но если пружину в прикладе использовать, то там получается неуверенное удержание оружия, начинается ненужный люфт при вкладке. Но, конечно, более мягко будет тогда ощущаться отдача от выстрела. Тыльники надо грамотно подбирать, иначе они часто зацепляются за одежду, особенно если они пористые. И если они такие резинистые-резинистые, при поднятии они зацепляются за одежду, и тогда ствол идет вверх, а приклад остается на месте, и вкладки нормальной не происходят. Если вставлять полиуретановые буферы в задник коробки, то могут возникать задержки, связанные с невыбросом патронов, поскольку система начинает работать быстрее, отражение быстрее идет, и следующий патрон еще не подался, а затвор сверху наезжает. То есть, ну, надо делать умный тюнинг, и самый умный тюнинг будет, если вы зайдете в наш магазин pschannel.ru, и там есть проверенные очень качественные компоненты, и для контроля отдачи, опять, там тоже найдете много всего интересного. В частности, вы найдете там ДТК Ильина в самой последней конструкции, там найдете ДТК от других производителей, и они очень здорово работают с отдачей, убирая ее до 25%. У этого видео нет спонсора, но вы можете поддержать нас, приобретая товары в магазине pschannel.ru. Там очень много разного тюнинга для вашего оружия. Это всегда проверенный товар и адекватное отношение к покупателю. Тем, кто постоянно приобретает аксессуары для своего оружия в магазине pschannel.ru, мы делаем скидку 10%. На сегодня это все. Задавайте ваши вопросы в комментариях, и на самые интересные мы дадим ответ в одном из наших следующих видео. Субтитры создавал DimaTorzok